Следующий выступающий представитель фонда «Свободный Казахстан Freedom» Казахстан Фаундэйшн. Меня зовут Барлык Мендагазеев, я являюсь филантропом, правозащитником и оппозиционным активистом. В своем выступлении сегодня я хотел бы осветить нарушение прав граждан Казахстана на мирные собрания и ассоциации, а также преследование правозащитников. Массовые протесты в Казахстане в январе этого года были встречены властями, расстрелами, избиениями и пытками мирных протестующих. Только по официальной информации были задержаны свыше 10 тысяч человек. 238 человек погибли в результате расстрелов, сотни считаются пропавшими без вести. Массовые пытки в отношении мирных протестующих, включая с участием военных из России и ОДКБ, не расследуются вообще. В Казахстане запрещают проведение мирных собраний. Только за этот год власти выдали 107 необоснованных отказов на проведение мирных собраний, тем самым нарушая права граждан на мирные собрания. В условиях оккупационной войны России против Украины власти Казахстана не дают разрешения на проведение мирных собраний в поддержку Украины. Более того, задерживают их за это. Политическим репрессиям власти Казахстана подвергают и правозащитников, таких как Райгуль Садырыбаева, Аяс Адвакасова, Бахаджан Турюгожина, Шалипа Беккола и многих других, которые занимаются сбором информации по расстрелам, пыткам и преследованиям мирных демонстрантов, участвующих в январских событиях этого года. Мой брат Бекижан Мендагазиев и мои коллеги Балжан Джасупов и Наталья Давлетьярова находятся в тюремном заключении в качестве заложников в связи с моей правозащитной и оппозиционной деятельностью. Казахстан заявляет о якобы проведении политических реформ, в том числе в области регистрации политических партий. Однако власти не регистрируют оппозиционные партии, создавая искусственные препятствия, преследуя оппозиционных политиков и активистов. В частности, власти Казахстана в этом году дважды отказали в регистрации оппозиционной партии Алга Казахстан. Власти продолжают преследовать сторонников мирных оппозиционных движений, демократического выбора Казахстана и партии улиц, которые в Казахстане считаются якобы экстремистскими. Декларируемые властями Казахстана политические реформы являются попытки обмануть демократические страны, чтобы избежать персональных ответственностей. Поэтому я призываю правительство стран ОБСЕ потребовать от властей Казахстана прекращение репрессий в отношении правозащитников, мирных протестующих, а также зарегистрировать все оппозиционные партии Казахстана. Спасибо большое. Спасибо.